Всем доброе утро. Дело для меня не очень доброе, потому что у меня плохое настроение. У меня все хорошо, все отлично. Я не знаю, что жаловаться. У меня просто плохое настроение. Я хочу букой. Я на всех ругаюсь. Такая ее сегодня вредная. Вот у понедельника. Я не знаю, почему у меня плохое настроение, оно просто такое. Я сейчас направляюсь в больницу, чтобы проверить свой глаз, который мне прооперировали. Ну и в зависимости от того, как там все пройдет, будут понятны мои дальнейшие планы. Потому что если меня закапают каплями, будет одно, не закапают другое. Может быть, мне захотят еще пострелять в глаз этой фигней. Да, это снова еще хуже вариант. Ну, в общем, посмотрим. И сегодня снова холодно. У нас плюс 12. У нас, блин, что в декабре плюс 12, что в июне. И, в общем, моя куртка все еще в стирке. В пальто я не влезаю. Я в итоге взяла зимний пуховик Альшер. Он просто гигантиссимо. Зато он такой тепленький. Вот. И рукава завернула. Надо сделать это аккуратнее. И в нем иду. Я отстрелялась. У меня посмотрели глаз. Мне сегодня повезло. Меня закапывали не пять раз, как в прошлый раз, а всего один. Но он все еще такой. Мне смотреть неудобно, особенно вблизи текст не могу читать. Закрываю один глаз. Но скоро уже пройдет через часик-два. Смотрели, все в порядке. Сказали приходить в июле теперь проверяться. Ну, это отлично, что все сработало. И потом я сходила на стартанг. Мне выдали карточку. Все перевыпустили. Все в порядке. С правильной фамилией. И еще я открыла еще один счет. У меня теперь крута. Вот. Так что все в порядке. Совсем справилась. И теперь иду домой. Надо срочно сделать карточку по работе. Ну, там, на полчаса ел. Вот. И убраться. Потому что приедет Марина. Не знаю, когда. Но через час-два. Где-то так. И у меня, короче, перенеслась ученица, которая должна была быть вечером. Она перенеслась на среду. И поэтому сегодня у меня только с 8 до 10 вечера экзамен у студентов онлайн по скайпу. Соответственно, до этого времени я свободна. И мы будем с Мариной снимать. Сегодня очень много. Может быть, клип. Посмотрим. Погодка просто немножко подкачала. Очень хочется снять летний клип. Есть задумки. Даже не один. Но для этого надо выезжать за город в хорошую погоду. Сейчас, конечно, не очень. Холодно, честно. Холодно. И я сейчас приду. Знаете, о чем я думаю? Я хочу. Я вчера купила в Икее завтрак такой сладкий для детей. Звездочки медовые такие. Я сегодня их просто так ела. С утра кашу съела и потом этот завтрак. Я хочу сейчас прийти и залить их молоком. И еще поесть. Я пришла домой и решила накрасить ресницы. Потому что перед врачом я этого не сделала. Я увидела свои глаза в зеркало. И я реально безумный шляпник. Это очень странно смотрится. Интересно, что думали эти девушки в Сбербанке, которые меня обслуживали. А еще вы в комментариях очень часто просите показать мой животик. У меня тут бардак, конечно, на заднем плане. Эти. Все равно. Давайте покажу. Не знаю. Пока я надеюсь видно. Потому что я уже пыталась это снять. И было ничего не видно. Пока мой живот просто похож на то, как будто я много покушала. Вот ли он вот так вот. Я очень много покушаю. Он уже не втягивается. Нет. На самом деле... Да, слушайте, уже заметно. Весьма-весьма. Я прямо чувствую, как он тянется. Такое странное ощущение. Иногда щекотка такая. Как будто... Не знаю. Вот если вы марлю в разные стороны растягиваете, она так... Вот то же самое на животе. Но я кремом мажу, чтобы растяжек не было. У меня пока только на боку где-то появилось. Но у меня растяжки всегда вылезают сразу белые. То есть вообще растяжки это такие синие полоски на коже. Они бывают, честно, очень уродливыми. У некоторых девушек весь живот и нет. Но они потом светлеют. Не так заметно. И когда они светлеют, они становятся белыми. А у меня всю жизнь. Кладлялись сразу белые растяжки. Я не знаю почему так. У меня они уже есть. Я резко вес набрала. В подростковом возрасте. И растяжки появились. Но меня это как-то не волнует. Я, наверное, странная, да? Сколько смотрю всяких бьюти-блокеров. У меня появилась морщинка. О боже. У меня один кривой зубик. Я ставлю брекет. Я потолстела на 200 грамм срочно на диету. Я так не могу. Я всю жизнь считала, что внешность это конечно важно. Из-за внешности надо следить. Потому что люди-то нас оценивают всегда. В первую очередь по облажке. Поэтому забивать на себя нельзя. Но все-таки важнее внутреннее содержание. То есть то, какой у тебя характер. Какие у тебя мозги. Какое у тебя воспитание. Это все важнее. И будь ты хоть 133 раза красавчиком или красавицей. Но при этом тупой и хамло. Спасибо. Не надо общаться ни с этим человеком. Это неинтересно. Поэтому как-то я не социкливаюсь. На этом все. Вот эти звездочки. Я уже полпачки съела. Сейчас и сейчас съем. Только по-моему у меня нет чистых тарелок. А нет, есть запас некрасивых чистых тарелок. А вот. Надо кому спасать. Но в первую очередь я сейчас работу сделаю. Какие-то звездочки поем. Параллельно работа. Но там действительно на полчаса. И потом буду убираться. Пока Марина не приедет. И потом будем снимать с ней. Много-много-много. То у нас... Я знаю, вы жалуете, что достаточно редко выходят видео на Зазеркалье. Но они просто отнимают очень много времени. Это сложнее, чем блоги. Кстати, у нас на Зазеркалье совсем скоро будет конкурс. Мы будем сигны разыгрывать. Так что не пропустите. Причем конкурс там вообще почти ничего делать не надо. И... И... Вот мои звездочки. Что-то еще спросить хотела и забыла. Ну, ладно. Голова моя берема. Значит, это не очень важно. Короче. А, ссылка на Зазеркалье у меня под видео. И еще обратите внимание. У меня под видео есть ссылки на мой инстаграм. На наш канал Зазеркалья. И еще на мою официальную группу ВКонтакте. И на мою фан-группу. Так что можете вступать. Вот. И пишите мне, пожалуйста, сообщение там. Не пишите мне в личку. Я не отвечаю в личке практически никогда. Только по делу. Поэтому не надо обижаться и писать. Ты меня уигноришь. Я закрою личку спустя некоторое время. Пишите мне в группу в группу. Я захожу периодически, когда у меня есть свободное время. Я сажусь и отвечаю на все вопросы. Но в личке нет. Вот у меня сейчас 22 новых сообщений. Из них больше половины. Это от вас. И это за ночь. Вот так вот. Я зашла на канал. На свой. Читать комментарии. И... Тут чудесный комментарий. Я считаю это... Я могу создавать, знаете, рейтинг комментариев и вопросов. Вот этот вопрос точно займет первое место. Меня спросили, от кого я забеременела. Я даже не знаю. Мне кажется, тут Марина виновата. Мы слишком много с ней общаемся. Так что сейчас она приедет. И я ее обрадую, что она скоро станет отцом. Вот от кого я забеременела. Что, что вы спрашиваете? Я вчера так угорала. К ней подходишь и делаешь вот так вот. Вот так. И она в ответ тоже вот так вот делает. Так смешно. Рекс, иди сюда. Кузя, здравствуй. Ай, ты мне мячик принесла. Ты моя девочка. А вот я разделась. Нет, ты должна играть. Мячик, мячик, скорей. Скорей, хватай. Несись по мокрому полу, правильно. Именно для этого я его помыла, чтобы ты скользила. Ай, хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Это не иди сюда. Ай. Та-дам. 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 Я как всегда издеваюсь над Марией. Ура. Когда вы увидите клип, вы поймете, почему я издеваюсь Просто на улице учтите Плюс 12 Лето в Раскаре Но ты знаешь, я выходила за ночь Было минус 26 Вот было хорошо Видите, что было? Что сейчас там в камере? Итак, нам осталось снять финальную сцену Марина сегодня переняла роль соплячки Приехал режиссер Нет, кто это, я не знаю Продюсер проверяет качество А, вот это ветерочек В общем, все хорошо Ну, мы как бы в зимних куртах Ну, кто-то еще свадебном платье А так все хорошо Да, давайте вместо это Вводит себя в порядок Это сказано очень тихо Бедное свадебное платье сушится Все в песке Мы будем его стирать Потом Ой, сейчас мы еще кое-что снимем Ну, все Ой, я уже готова лечь спать Силы на исходе А мне еще ехать Да, ей еще ехать Мало того, что Мы будем раскрывать тайну твоего события сегодняшнего или нет Или эту тайну Да Ну, в общем, мы ее сегодня окунули в воду Вот, и она Чуть-чуть намокла Чуть-чуть замерзла Немножко меня не любит Ей Еще домой ехать А я тут в тепле останусь Но мне зато принимать экзамен у студентов А хочется И тебе монтировать Да, а мне хочется монтировать клип Потому что Там такие нереально крутые виды У нас, кажется, будет новый жанр Драматический А ты про что подумала? До меня не дошло, я туплю Не можно Как я маленькая была И была песенка Я беременна, я беременна Это временно, это временно У меня был шестилетний друг Вовка Он все время ходил и пел эту песенку Моя бабушка ужасно возмущалась Мне казалось, что это смешно С тех пор ничего не поменяла Он до сих пор не смущается А Вовочка все еще поет эту песню Слушай, когда я в последний раз видела Вовочку Который раньше был мне по плечу Я ему теперь по плечу Если не ниже Дылдочка Вовочка Мальчики они такие Я в муках стирала Маринино свадебное платье И руками И в машинке И все равно оно в песке Завтра буду сухой песок стряхивать Тут с него вода течет Потому что я не стала его отжимать Чтобы не попортить корсет В общем, великий процесс Ну и пора уже спать Так что мы с вами увидимся завтра Всем пока-пока, милая! Субтитры сделал DimaTorzok